А вообще, мыши – это отличный вариант пропитания хищных птиц. Например, сов, беркутов. Помню, в детстве папа нам принес полярную сову, которая в пургу сломала крыло. Мощная птица. Ну, кормили, правда, только ее сырым мясом. Интересно. Вот стоит ли одомашнивать таких крылатых и кто в Тюменской области является залетными птицами, а кто постоянными, мы узнаем у доцентра кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Марии Лупинос. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Мария Юрьевна, вот мы не случайно вас сегодня позвали в гости, потому что сегодня отмечается Всемирный день птиц. Давайте вспомним, а какие птицы живут постоянно на территории Тюменской области? Ну, во всяком случае, такие самые заметные. Да. Чем они питаются, тоже интересно. Очень интересный вопрос. Действительно, на территории Тюменской области обитает более 300 видов птиц. Среди них есть мигрирующие, которые прилетают к нам весной, и мы их можем наблюдать. Это и скворцы, и ласточки, и тресогуски, и коньки. И есть седлые виды птиц, которые встречаются весь период года и зимой, в частности. Это виды синантропы, то есть сизые голуби, домовые воробьи, большие синицы и так далее. А бывают еще и малые синицы? Есть большая группа, да, семейство синиц, то есть там порядка 15 различных видов. Есть хохлатые синицы. Маленькие синицы, самые маленькие, это буроговые гаечки или пухляки, их еще называют. Вот я недавно вспоминал снегири, их как-то вот не видно в последнее время. Они еще живут у нас? Конечно, нет. Вот это у вас какая-то информация, видимо, не знаю, устаревшая. Не туда смотришь. Да, не туда, видимо, вы обращаете внимание. Действительно, на центральных улицах города, особенно на клеонах, на яблонях, на рябинах, очень много снегирей. А что касается редких видов птиц, вообще они прилетают к нам в Тюмень? И какие это именно? Вот занесенные в красную книгу. Конечно, в Тюменской области, в город Тюмень, нередки залеты редких видов птиц, допустим, того же черного аиста, беркута. Вот недавно к нам в городе Тюмень залетали полярные совы, да, белые совы из тундровых, лесотундровых. Красивые. А у нас занимается популяция, например, таких видов редких сов, черных зуравлей, да? Да, исследование проводится, да, проводится маршрутный учет, учет численности этих видов птиц, поскольку необходима информация для того, чтобы оценить состояние их популяции и, соответственно, рекомендации какие-то вынести, да, для того, чтобы сохранить эти виды в территории нашей области. А давайте вот снова вернемся, ну, как бы в город, да, получается, вот к тем птицам, которые вокруг нас живут. Ну, это в основном боробьи, это в основном какие-то голуби, да, вот эти голуби частенько где-то там возле ведь, ну, скажем честно, не очень чистых мест, да, вот обитают. Не опасно к ним подходить? Они заразу не разносят? Да, действительно, среди таких крупных стай, да, синантропных видов птиц, как сизые голуби, нередкие инфекции, да, распространение инфекции, да, это орнитоцинозы, допустим, орнитозы, это токсиплазмозы и так далее. Ни в коем случае, особенно маленьким деткам не нужно подходить и кормить, допустим, с рук этих видов птиц, эти виды птиц лучше все-таки, как бы... На кормушке. А чем их кормить нужно в этом случае? На кормушке, действительно, можно применять различные виды кормов, но, допустим, сизый голубь – это зерноядный вид птицы, поэтому чаще всего, конечно, можно использовать зерна подсолнечника, семена подсолнечника. Мария Юрьевна, а вообще одомашнивают диких птиц? Диких птиц домашнивают, да, действительно, особенно среди певчих птичек небольших размеров, это щеглы, допустим, чечевицы, чижи, очень часто их специально отлавливают для того, чтобы содержать уже в условиях неволи. И как они там себя чувствуют у неволи-то? Очень хорошо себя чувствуют, даже некоторые виды размножаются, очень много случаев, как раз-таки отмечено, даже белых журавлей пытались и белых аистов выращивать в домашних условиях. А некоторые, наверное, говорят еще, да, какие-то же умеют. Много очень среди птиц, действительно, из, так скажем, пересмешников, подражателей, допустим, те же врановые могут запомнить до ста и более слов. А варановы, это какие у нас? Вороны. Серые вороны, мяуки, грачи. Очень часто, очень они такие активные птицы, и часто их люди содержат, да, в домашних условиях. Спасибо вам большое, Мария. Очень интересно. Может быть, ворону завести? Как вариант, научиться говорить. В рамках Международного дня птиц, опернатых, обитающих и прилетающих в Тюмень, мы беседовали с Датсетом кафедры зоологии, эволюционной экологии животных Марии Лупинос.